Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие телезрители, как вам сказка в нашем исполнении? А кто не успел посмотреть, это вы можете сделать на нашем сайте. В этом году мы готовы вас радовать новыми сюжетами и даже рубриками, но это будет сюрприз. Итак, наша детская информационно-развлекательная передача «Переменка» начинается! Седьмого января в праздник Рождества в парке отдыха для детворы поселка проводились подвижные игры, эстафеты и интеллектуальные конкурсы, участие в которых могли принять все желающие. Для начала нужно было как следует размяться, а точнее вспомнить название сказок по их описанию. Сказка ложь, давний нанек, добрый молодцем урок, сказка учит, сказка лечит, сказка мудрости дает. С вами в сказку попадем, будем веселиться, бегать и играть, только надо сказку нам сначала отгадать. Ребята, готовы? Да! Парк отдыха Ленёва особенно красив и многолюден становится в новогодние праздники. Это место, где можно сфотографироваться возле красиво украшенной елки и Деда Мороза со снегурочкой или покататься на горке ребятишкам. Самый действенный способ согреться в зимнюю пору – это, конечно же, спортивные игры. Пробежать с метелкой, как Баба-Яга, с русско-народным платком на голове или прокатить мяч на дистанции с помощью метлы. Баба-Яга, с русско-народным платком на голове или прокатить мяч на дистанции с помощью металл. Ребятишкам пришлось даже показать свою координацию, чтобы мячик не упал с ложки. Так интересно и весело ребята провели Рождество. Они получили заряд энергии и бодрости для скорых учебных будней. Овен считается самым неугомонным, вспыльчивым и несдержанным, поэтому ребенок проявляет темперамент, высокую степень энергичности, любопытство. С раннего детства стремится быть свободным и независимым. Его легко увлекают изобретения, идеи и замыслы. Чтобы у малыша не возникали проблемы в школе, в 2020 году необходимо активно приучить ребенка к дисциплине. Творческие способности проявятся в юности. Их нужно развивать и поощрять. Если найти русло, в которое повернуть чрезмерную энергию, в будущем можно будет радоваться успехам отпрыска. Ругать овна – бесполезное занятие. И гороскоп настаивает. Лучше демонстрировать любовь и поддержку. Дать понять, что малыш способен на великие свершения. Душа у такого крохи нежная и мягкая. Но есть страх быть нелюбимым. При жестком воспитании вырастет деспот и тиран. Телец – упрямый ребенок, но отличается жизнерадностью, настойчивостью. К слову, упрямство можно назвать единственным недостатком личности. Родителям необходимо проявлять терпение, ласково объяснять малышу, в чем именно он не прав. Никогда нельзя ругать тельца. Иначе острая детская реакция может навредить его психике. Как человек основательный, такой ребенок проявляет медлительность и неторопливость. Подгонять бесполезно. Стоит выделить максимум времени. Чадо проявит интерес к художествам и музыке. Близнецы. Подвижный и суетливый ребенок доставит взрослым в 2020 году немало хлопот. Складывается впечатление, что воспитывать приходится двоих непосед. Раньше, чем сверстники начинают говорить и ходить. Задает огромное количество вопросов. Гороскоп призывает развивать потенциал малыша с ранних лет. Например, научить читать. Очень сильное желание и возможность освоить иностранный язык. Порой бывает нетерпеливым. Старается взяться за много дел сразу. Мама и папа должны научить, как концентрироваться. Все начатое доводить до завершения. Ребенок этого типа всерьез воспринимает сказки. Но очень впечатлительный. Рак. Романтичный и мечтательный. Атмосфера, царящая внутри семьи, очень важна для него. И эмоциональный фон напрямую влияет на настроение. Обделенный вниманием, рак становится замкнутым. Теряет границу между вымыслом и реальностью. Если вовремя не принять меры, фантазии станут частью его мира. А это уже опасно. Что касается семейных традиций, их чадо чтит с юности. Он играет. Но играет ребенок один. Ему интереснее в мире своих грез. Воображение позволяет ему оживить игрушки, делать зверей говорящими. Лучше поддержать эти игры, а не ругать. Лев. Центр всеобщего внимания. Желаемое место для ребенка. Такой малыш отличается веселым нравом, любовью к праздникам, активной жизненной позиции. Любовь выступать на сцене. Обожает концерты, участвует в соревнованиях. Львенок наделен крепким здоровьем и хорошим аппетитом. Важно приучить его не хвастать свои меры. Проявлять уважение к окружающим. Потакать всем львиным капризом нельзя, иначе вырастет домашний деспот. Конечно, все дети разные, и кто-то может быть подвижным, а другой станет тихим и замкнутым. Дитя должно заботиться о домашнем питомце, поэтому важно завести кошечку или собачку. Так не будет одиноко, и проявится ответственность за живое существо. Дева. Ребенок этого знака имеет страсть к предметам маленького размера, например, конструктору лего. У родителей не возникнет проблем с малышом, если приобрести для него интересный конструктор. Всякие болтики и гаечки, из которых можно собрать машину или самолет – идеальные детали. Девочкам интересны всевозможные цветочки-звездочки. Дева всегда готова помогать с домашними делами. Без напоминаний наводит порядок в комнате. Интуиция развита хорошо, и гороскоп уверен, что все новые навыки будут прививаться быстро. Честный и проворный ребенок проявляет некую застенчивость, и всегда немного тихий. Ценит идеальный порядок во всем, соблюдает чистоту в тетрадях и болезненно реагирует на беспорядок. Он пример для окружающих, но необходимо сделать отпрыска более щедрым и общительным. Весы. Этот знак зодиака демонстрирует милого и улыбчивого ребенка. Невероятно красивого и спокойного. Родители могут не сомневаться, их наследник всем доволен. Но есть у него недостаток. Долгое принятие решений, длительные колебания и ненужные сомнения. Если подгонять с выбором, может обидеться. Взрослые должны приучить быстро воспринимать решения. Быть более самостоятельным, не зависеть от чужого мнения. Множество споров и конфликтов может испортить здоровье ребенка, сделать его болезненным. Гороскоп напоминает, весы нуждаются в гармонии, тишине, покое. У таких детей есть талант к танцам, музыке или рисованию. Скорпион. Неуправляемый ребенок. Такие дети чрезмерно агрессивны. Их потенциал необходимо пускать в спорт. Мальчишкам подойдет борьба или подвижные игры. А девчонки стремятся к силовым соревнованиям. Взросление происходит очень быстро. Рано учится использовать обман в личных целях. Предпочитает потыкать своим слабостям. Не всегда действует честными методами. Ребенка в 2020 году нужно научить быть добрым и твердым. Соблюдать правила. Умный не по годам. Интересуется чужими секретами и тайнами. Сам нуждается в тайниках. Стрелец. Всегда способен порадовать близких. Он активен и подвижен. Ребенок этого знака зодиака очень шустрый. Проявляет честность, доброту и дружелюбие. Общение для малыша стоит на первом месте. Свободно ощущает в себя в большой компании. Энергии у крохи так много, что она перехлёстывает через край. Требует достойного применения. Школьник ненавидит излишний родительский контроль. Важно записать в 2020 году в секцию. Дать выход импульсивности. Умеет быстро бегать и высоко прыгать. Это нужно развивать. Такой ребенок почти никогда не использует ложь. Козерог строгий. Развитый не по годам. Не отзывчивый. Для окружающих он выглядит как маленький пенсионер. Любит ворчать. Растет всезнайкой. Всегда проявляет послушание. Ожидает взрослого отношения. Его нужно научиться веселиться, отдыхать и расслабляться. Иначе даже над шутками он не станет смеяться. Семья должна создать счастливую атмосферу. Нельзя подшучивать над таким ребенком. Обожает труд. Мастерит своими руками все подряд. Став взрослым, полюбит ходить на выставки, посещать музеи. Водолей. Бунтарь и непоседа. Он непредсказуем и имеет сильную интуицию. Множество идей рождается в его мозгу. Но не все он может реализовать. Рассеянность – одна из черт его характера. Однако для друзей он всегда готов быть щедрым. Проблемы предпочитает решать нестандартными способами. Гороскоп призывает не воспринимать все негативно. Для направления буйной энергии на пользу потребуется приложить очень много усилий. Будущий ученый, возможно, математик. Чувство ответственности в нем очень развито. Внешне кажется робким. С годами заведет много друзей. Рыбы. Ребенок способен отстаивать свое мнение. И знак зодиака позволяет ему оставаться мечтательным. Духовное развитие находится на высоком уровне. Часто витает в облаках. Не любит воспринимать мир в реальных красках. Порядок и режим дня враги. Придется вести войну. Если отправляют спать, будет играть. И наоборот. Подвижен резкой смене настроения. Но остается искренним и доверчивым. Гороскоп 2020 года убежден. Из него выйдет отличный артист. Может быть, поэт. Наказывать за беспорядок в комнате или призывать к дисциплине практически бесполезно. Как творческая личность во всем видит возможность устроить шоу. Ну вот и Новый год. Только теперь старый. У нас все готово. Сейчас посмотрим. Ёлку нарядили? Нарядили. Уборку сделали? Сделали. Скатерть постелили? Постелили. А чем гостей угощать? А вот нам Катя и Настя как раз расскажут. Всем привет! Сегодня мы с Настей расскажем, что приготовить на праздничный стол. Первое блюдо будет салат. И наше второе фирменное блюдо пилигримы. Ну что, приступим? Мне кажется, чего-то не хватает. Готова немного поколдовать? Угу. Да, но это не то, что я планировала. Еще разок. Вау! Это то, что ты хотела? Да! Это нам понадобится для салата. Кирьешки. Любого вкуса. На ваш выбор. Колбаса. Мы взяли докторскую. Майонез немного. Кукуруза. И вареные яйца. А там же крабовые палочки. Прежде чем начать готовку, попросите взрослых, чтобы вам помогали. Сначала мы нарежем крабовые палочки. Для этого нам понадобится доска и нож. Нож детям не игрушка. Ну а я пока разрежу яйца специальным приспособлением. Следующим этапом будет кукуруза. Ну а пока она остырежет, я наложу кирьешки. Настя, знаешь, я не хочу на этот салат добавлять колбасу. Давай сразу приправим его майонезом. Ну ладно. А теперь перемешиваем это все большой ложкой. Ммм, как вкусно получилось. Согласна. А сейчас перейдем к нашему фирменному блюду. В виде гримчики. Настя, а может быть еще раз хлопнем? Ну да, так легче. Настя, смотри, теперь всегда буду использовать этот способ, когда накрываем на стол. Для этого нам понадобятся Корнишоны маринованные. По-другому маленькие солененькие огурчики. Также нам понадобятся оливки. И бомбаски. Колбаска доктор. И лаваш. Также не забудьте срать росток и нож. Настя, смотри. Настя, смотри, что огурцы. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Нарезаем колбаску круглешками. А потом квадратиками. А как нарезать квадратиками, я покажу. Разворачиваем наш лавашик. Теперь мы сюда добавляем огурчики, колбаску, оливки. И перед тем, как это все сюда наложить, мы должны добавить майонез. Снова? Да. А теперь все накладываем. А теперь заворачиваем. Теперь режем его на части. Чтобы получились они маленькие-маленькие дольки. Не маленькие, а то развалится все. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие блюда у нас сегодня получились. Субтитры создавал DimaTorzok Кристина, я не могу поверить. Мы уже в 2020 году. Невероятно. Это точно. А я хочу наших дорогих телезрителей и тебя в том числе поздравить с наступающим Старым Новым Годом. Кстати, а почему Старым? Что-то где-то слышала, но нужно было бы поточнее узнать. Ну тогда вперед за новыми знаниями. И давай попрощаемся с нашими телезрителями. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok